МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шли на круглосуточный режим. Такую ясную тихую погоду этой весной можно пересчитать по часам. Дожди каждый день идут. Простоев много. Не успеваем по срокам. Силка забивается, гребет. Стоим, ждем, пока продует. А потом подсохнет и дальше вперед работаем. Начали работать на сей горох. Следующий чечевица, лен, овес, ячмень. К числу 17-20 мая начинаем сеять основную культуру. Основную в смысле объемов. Порядка 50% занимает пшеница. Во всем Михайловском районе под пшеницу отдано почти половина пашневой земель. Это 30 тысяч гектаров. Не намного, но меньше, чем в прошлом году. Урезали и участки гречихи. Впрочем, она и так не занимала больше десятой части от площадей. Из-за низкой закупочной цены половина прошлогоднего урожая. Этих культур до сих пор в складах фермеров. А вот подсолнечник для михайловских аграриев становится более привлекательным. В хозяйстве партнер на него делают ставку. Семечка востребована рынком. Если, опять же, погода не подведет. Конечно, рискует. Дело в том, что на таких площадях сложно угадать ту культуру, которая будет пользоваться спросом. Соответственно, задача-то ставится больше позерновым. У нас уже сложилось, что фермера с ценовой политикой переходят и на подсолнечник. Соответственно, опять же, кто как угадает. Альтернатив у подсолнечника немного – пшеница, либо ячмень-овес в связи с климатическими условиями степной зоны. Тем не менее, подчеркивает глава района, существенных изменений в количестве посевных площадей не произойдет. Ведь если непогода затянется, а осенние заморозки придут рано, то нынешний урожай их может и огорчить. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Институт государства и права взамен юридического факультета. Новая структура может появиться в Алтайском госуниверситете уже в ближайшее время. Месяц назад руководство вуза приняло решение расформировать популярный факультет. О причинах столь кардинальных мер не сообщается. Однако стоит напомнить, что дискуссии в отношении юрфака не утихают уже полгода. Прошлой осенью разгорелся скандал вокруг декана Натальи Карловой. Выговор в ее адрес преподаватель оспаривала в суде, он встал на ее сторону. Но приступить к своим обязанностям после вынесения решения ей так и не удалось. Администрация АГУ намерена сократить декана. Новость о планируемом увольнении стала для Карловой неожиданностью. Рассказывает, что ее просто поставили перед фактом. 28 апреля меня поставили в известность о том, что создается на базе факультета институт. Должность декана сокращается. И мне было вручено уведомление о сокращении. Мне предложили перечень вакансий, которые на сегодняшний день есть в университете. Но ни одна из них не соответствует моей квалификации. Отказ от предложенных вакансий был ожидаем. Как сообщает Банкфакс, в перечень вошли должности лаборанта и уборщика технических помещений. Комментарий представителей вуза о причинах принятого решения получить пока не удалось. Есть предположение, что руководителем нового института станет Антон Васильев, который сейчас исполняет обязанности декана. 90 миллионов рублей выделено из краевого бюджета на благоустройство трех городов Алтайского края. Распоряжение о распределении средств подписал губернатор Александр Карлин. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона. В Олейск направят 9 миллионов рублей, 65 миллионов в Барнаул и 16 в Бийск. На территории Олейска планируется озеленить 10 участков улиц и городских объектов, а также благоустроить пешеходную зону на улице Олежка. В Барнауле облагородят участки улиц по красным линиям. Здесь снесут старые деревья, высадят новые, обустроят газоны. Также капитально отремонтируют линии наружного освещения, заменят провода, светильники и сделают подсветку зданий в центре города. Ну а в Бийске обновят сети уличного освещения на 19 участках и 7 светофорных объектов. В этом году истекает срок сдачи туристического кластера «Золотые ворота Алтая». Это проект, который 7 лет назад попал в федеральную программу по развитию туризма. У въезда в Бийск обещали власти края построить десятки разных объектов, от гостиниц до деловых центров. Почему они до сих пор не появились и когда могут открыться «Золотые ворота»? И как реализацию амбициозного проекта оценили в Ростуризме, расскажет Елена Макаренко. Это рай для инвесторов, заверяло руководство края еще в 2011 году, показывая на поля у въезда в Наукоград. Вот только спустя 6 лет участок земли в 50 гектаров выглядел не как поле чудес, а как все тот же пустырь. К этому моменту на площадке лишь завершали строительство инфраструктуры. Сюда подведен водопровод, он заполнен, он работает. Подведена линия канализования. На сегодняшний день построена газовая котельная, мы потом чуть позже подъедем, увидим ее. Проведен газ на сегодняшний день. И сделана подстанция на 35 кВт. И разведены, как вы видите, подстанции, которые по 0,4 кВт будут снабжать уже участников кластера электроэнергии. В этом году золотые ворота Алтая должны были распахнуться для туристов, которые едут в Белокуриху и Горный Алтай. Но на месте кластера по-прежнему не введен в эксплуатацию ни один из десятков обещанных объектов. Справедливости ради отметим, дело с мертвой точки все-таки сдвинулось. Один из резидентов кластера приступил к возведению здания придорожного сервиса. В туркластер «Золотые ворота» уже вложили около 400 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов и больше 130 миллионов – деньги резидентов проекта. Впрочем, от инвесторов ждут еще больше миллиарда рублей, уверял журналистов марте этого года министр экономического развития края Николай Чеников. Сейчас у «Золотых ворот» есть четыре инвестора, сообщил достоверный источник нашим коллегам из Политсибру. Помимо горной страны, еще три инвестора «Золотых ворот» сейчас на подготовительной стадии реализации проекта. При этом один из резидентов – иностранная компания, которая пока не может приступить к работам из-за санкций. При этом еще в прошлом году власти края отчитались о готовности проекта. В официальных документах правительства кластер числился как действующий. Сообщалось также, что на «Золотых воротах» создано свыше 500 новых рабочих мест и на 30 с лишним тысяч увеличен поток туристов. На днях в Ростуризме салтайских чиновников, которые стремятся попасть в новую федеральную программу развития туризма, спросили о реализации проекта с семилетней историей. На выставке «Нтурмаркет» вы обещали, что «Золотые ворота» в мае начнете стройку по автотуристскому кластеру. Строимся. Строитесь? Начали? Открыли стройку? Идем. Надо до конца 2018 года все свои обязательства исполнить. В Ростуризме чиновникам края напомнили, что из прошлой программы в общей сложности не воплощено в жизнь около 30 объектов. Нереализованные проекты подчеркнули в Москве. Резко снижают шансы нашего региона на включение его в новую федеральную программу. Елена Макаренко, Наши новости. Что стоит дом построить, а также с помощью чего и из чего могут узнать жители и гости Барнаула. Сегодня в краевой столице, во дворце спорта, открылась ежегодная выставка «Алтайстрой-2018 Барнаул», посвященная технологиям малоэтажного строительства. Подробнее Илья Кочетков. В центре Барнаула вырос целый городок, где свое видение технологий малоэтажного строительства представило почти 80 компаний со всей Сибири, из Урала и даже из Китая. Сегодня день кровельщиков, они соревнуются в своем профессиональном мастерстве. Завтра будет технодень с битвой эскаваторов, а третий посвятят технологиям безопасности и умного дома. Организаторы отмечают, в этом году наряду с постоянными экспозициями представлено много новинок. Это и фасадный материал, это и кровля, и отделочный материал, и также строительное оборудование для нанесения этих отделочных материалов. Увидеть, потрогать и даже научиться. На нескольких площадках проходят мастер-классы по покраске и гидроизоляции. Выставка продлится всего три дня, так что организаторы предлагают поторопиться. Тем более, что в последний день, 18 мая, пройдут народные строительные забавы. Конкурсы с ценными призами, где смогут принять участие все желающие. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. Бийские студенты приходят на помощь. Волонтеры отряда «Бодрая жизнь» уже помогли 20 одиноким пожилым людям. В акции «Добрых дел» участвует фонд социального содействия Александра Прокопьева. По итогам сезона депутат Государственной Думы встретится с добровольцами и отметит лучших. Скопать огород, почистить ковры, убрать территорию. Валентине Георгиевне уже не под силу. Несколько лет назад женщина перенесла сложную операцию. И теперь выполнять тяжелую работу она не в состоянии. Сегодня на помощь одинокой пенсионерке пришли волонтеры Бийского педагогического колледжа. Куратор спросил у группы, кто сможет сделать доброе дело. Я поднял руку и сказал, что я пойду заниматься подобными делами. Добровольцы уже помогли провести весеннюю уборку в домах и на участках 20 пожилых бийчан. И этот список регулярно пополняется. Волонтерская организация «Бодрая жизнь» – одна из самых многочисленных в городе. Практически каждый второй студент – доброволец. В отряде больше 600 участников. Кто-то к бабушкам идет, кто-то еще на других мероприятиях участвует. Это также и физкультурное отделение, и дошкольное отделение. Все отделения задействованы в всяческих мероприятиях и помощи населению. В основном студенты помогают ветеранам-педагогам. В этом году работы у волонтеров стало немного больше. Дополнительные списки тех, кому нужна помощь, они получают от Бийского комплексного центра социального обслуживания населения. Руководитель обратилась к депутату Государственного дома Александру Прокопьеву с просьбой организовать волонтерский отряд. В итоге к добрым делам фонд социального содействия Александра Прокопьева попросил подключиться в волонтерский отряд «Бодрая жизнь». В общественную приемную достаточно часто поступают звонки от пенсионеров, от ветеранов, которым помогли волонтеры Бийского педагогического колледжа, которые помогали им приводить приусадебные участки, огороды в порядок после зимнего времени. На данный момент руководитель отдела социальных работников составила дополнительный список из 10 человек, и я думаю, что эти списки будут пополняться. В этом году к добровольцам внимание особое. 2018-й президентом объявлен годом волонтера. По всей стране проходят различные акции, активистов поддерживают на государственном уровне. Есть поддержка и у Бийских волонтеров. После завершения сезона с представителями отряда «Бодрая жизнь» встретится депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Они вместе подведут итоги года. Евгения Ежутова, Сергей Дровских, Иван Дяблицкий. Наши новости. К другим темам. Они представляли наш край на всероссийских дельфийских играх и выступили более чем достойно. Творческую молодежь региона наградили дипломами за победу. Это автопортрет юного барнаульского художника. Был написан специально для участия в дельфийских играх России. Они проходили во Владивостоке в конце апреля. 12-летний Тимур Русак всерьез увлекся живописью после того, как впервые побывал в Московском музее имени Пушкина. Сейчас он ученик известного художника Пергильды Широва и обладатель золотой медали дельфийских игр России в номинации «Изобразительное искусство». У нас было ранее задание нарисовать автопортрет, натюрморт. Это показать уровень заранее, что ты умеешь рисовать и на месте, нарисовать композицию по заданной теме. Я изобразил старого человека пожилого, который посвятил свою жизнь природе. В творческой делегации от Алтайского края было почти 40 человек. Это победители региональных дельфийских игр. Всего же свое мастерство на уровне России продемонстрировали представители 70 регионов страны, а это более 1800 ребят. Серебряная и бронзовая медали в номинации «Современная хореография» достались образцовому коллективу края студии «Юла» из Новоалтайска. По словам руководителя, наших танцоров там многие называли странными. Для меня это комплимент. Быть странным, необычным – это здорово. Потому что наша хореография отличается, наши постановки отличаются. Видение номера отличается. Кстати, «Юла» была единственным танцующим представителем от нашего края. Достойно на дельфийских играх выступили и вокалисты. Например, София Ларионова в номинации «Эстрадное пение» стала серебряным призером. Для всех ребят дельфийские игры России – важная ступень в развитии своей творческой карьеры. А вот для художника Тимур Русака испытания на этом не закончены. Барнаулец вошел в состав сборной страны для участия в молодежных европейских дельфийских играх. Они пройдут в Словацкой республике в августе этого года. Пожелаем художнику удачи. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. А завтра футболисты Барнаульского «Динамо» встретятся с лидером чемпионата «Сахалином», который еще задолго до окончания турнира смог завоевать золотые медали. В итоге, независимо от результата этого матча, «Сине-Белые» не выполнили задачу на сезон выиграть вторую лигу «Зона Восток». Кирилл Политов о главных новостях спорта. Без золота шанс даже теоретически выиграть чемпионат «Динамо» потеряла. В выездной игре против смены из Комсомольска на Амуре команда Сергея Шишкина уступила с минимальным счетом 2-1. Уже на четвертой минуте хозяева вышли вперед. Правда, счет продержался недолго. «Динамовцы» сумели вернуться в игру благодаря точному удару Александра Худякова. После этого остались в меньшинстве и во втором тайме пропустили второй мяч. В итоге «Сахалин» чемпион. «Динамо» еще предстоит побороться за призовое место. Скорее всего, после этого сезона пост президента клуба покинет Виктор Сигарев. Главный трофей российского хоккея смогут увидеть жители Алтая. Уроженец Бийска и чемпион страны в составе Акбарса Никита Лямкин планирует привезти кубок Гагарина в родной край. Примерная дата визита – начало июня. Место встречи в Барнауле – дворец зрелища спорта. Трофей будет выставлен на всеобщее обозрение. На следующий день хоккеист намерен привезти кубок в Наукоград. Никита начал заниматься хоккеем в Бийске, затем переехал в Новокузнецк. Последний сезон защищал цвета казанского Акбарса. Вслед за Лямкиным еще один барнаулец заставил российскую прессу говорить о Северии, чь идет о футболисте Александре Соболеве. Игрок стал лучшим по итогам апреля в футбольной национальной лиге. В пяти матчах форвард, который выступает за самарские крылья Советов, забил пять мячей вместе с командой и завоевал путевку в высшую футбольную лигу страны. Соболев, воспитанник барнаульского «Динамо», позже перешел в Томскую Томь, а затем в крылья Советов. Кирилл Политов, наши новости. И в завершении выпуска «Погоде» спонсор – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 17 мая в крае возможен дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура в Белокурихе, Славгороде и Рубцовске плюс 9. 8 градусов в Бийске и Олейске, 10 в Змеиногорске. В Барнауле в четверг возможен дождь, температура ночью плюс 1-3, днем до 7 градусов тепла. Все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Иван Березуцкий выпускник 1-й Чкаловской военной авиационной школы пилотов имени Ворошилова. Воевал на Сталинградском, Калининском, Северо-Западном, Брянском, Первом, Белорусском фронтах. Летал на истребителе Ла-5. В 43-м году в воздушном бою в Новгородской области тараном уничтожил бомбардировщик противника. Всего за годы войны произвел 254 боевых вылетов, сбил 18 самолетов и был удостоен звания Героя Советского Союза. Василий Кречетов Воевал под Брянском, Москвой, Смоленском, участник освобождения Белоруссии и Польши. В 45-м году при форсировании реки Одер старшина буксировал на катере 60-тонный паром. В течение пяти дней переправлял орудия, танки и другую технику. В одном из рейсов под огнем противника заделал пробоину и продолжал переправу. За образцовое выполнение задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза.